Дорогие Хаварим, дорогие друзья, этим утром мы получили информацию с Израэль, что был атакован юг Израиля. И со стороны Газы это была террористическая атака. Хамас объявил войну и не хочет с этим смиряться. Израиль с тем, что их территории были атакованы. И я понимаю, что для каждого из нас это еще один повод для интенсивной молитвы. Друзья, 50 лет назад была война, которую арабские страны объявили для Израиля. И мы знаем, что это закончилось очень быстро, и Бог был на израильской стороне. Война судного дня продлилась очень быстро, и была победа. Если сегодня арабский мир пытается повторить еще раз, как некоторые из наших соседей, то мы должны помнить и знать. Они, может быть, не знают, но мы знаем, что Бог Израиля, Бог Отцов наших, Он с народом Своим, и Он даст нам победу, силу и мужество противостоять всякому терроризму, всякому врагу. И мы верим, что будет победа, мы стоим в этой молитве, мы ожидаем Божьего прорыва в этом направлении. И, к большому сожалению, у нас есть тоже террорист, который тоже бомбит каждый день Украину. Так что две страны под атаками террористов. И мы просим Бога, мы все вместе сейчас соединяемся в молитве за то, чтобы Бог сохранил свой народ. Друзья, подключайтесь к молитве за Израиль, за Украину, за победу Божью. Мы хотим прославить нашего Господа за все. Аминь.